Здравствуйте, дорогие друзья! С вами телепроект Урбанистика. Здесь мы говорим о городах и о том, как сделать наши города удобными для жизни. Сегодняшний наш гость в студии – это архитектор Михаил Мамошин. Здравствуйте, Михаил Александрович! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, телезрители! Я думаю, что тем, кто интересуется архитектурой Петербурга, современной архитектурой вас представлять особенно не надо, но все равно я скажу, что Михаил Мамошин возглавляет мастерскую своего имени, архитектурную мастерскую Михаила Мамошина. И по моему субъективному ощущению, вы входите в десятку самых известных петербургских архитекторов. Сегодня, по крайней мере, ваша упоминаемость в СМИ весьма заметна, и ваши проекты всегда активно обсуждаются. Скажите, пожалуйста, пару слов о вашей мастерской. Сколько лет вы уже существуете, сколько у вас сотрудников? Ну, во-первых, сразу я хотел поправить, Александр, что мастерская не моего имени, это просто мастерская, которую я возглавляю, и поэтому используется, наверное, в этом плане фамилия. Существует это все с 1993 года, то есть где-то скоро будет, наверное, уже 20 лет, если считать, да? Правильно я, если не ошибаюсь, в цифрах. А сколько коллектив у вас сотрудников? Ну, коллектив, как бы, я бы даже сказал, что в отличие от коллектива, мне больше нравится слово «команда». На сегодняшний день вокруг мастерской человек 2-20. Это люди, с кем я, как бы, прошел в жизни определенные этапы. Это люди не чужие, это не наемные работники, это, как бы, совершенно другой формат отношений. Когда был какой-то перегруз, перегрев, перед кризисом, в частности, в мастерской численность доходила до 40-50 человек. То есть основной костяк, команда, это человек, 20-20 небольшим человек. Как бы вы сформулировали ваше профессиональное кредо как архитектор? Ну, это очень сложный вопрос, длительный ответ, поэтому я постараюсь каким-то образом, наверное, начать издалека. Все-таки мы живем в Петербурге. Петербург – это феноменальный город, феномен возник не сегодня, феномен создан нашими учителями, предшественниками. Они были очень мудрые люди, увели все строительные и архитектурные процессы и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е, и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы. Все это благополучно вывели за пределы города. И вот нашему поколению, в общем-то, ну не поколению, наверное, вот это целому, может быть, полу людей, разнопоколенному, когда случились перемены в нашем обществе, вдруг неожиданно посчастливилось продолжить 70, традицию, которая была прервана 75 лет строительства в историческом центре. Ну и, наверное, кредо, прежде всего, если слово кредо, я его, наверное, не очень люблю, кредо там это какое-то иностранное слово, ну, концепция тоже иностранное слово, взгляды, скорее всего. Они больше всего, в общем-то, находятся в формате какого-то диалога с традицией, потому что, мне кажется, изначально в Петербурге была какая-то преемственность, как какое-то рукоположение, когда от одного мастера другому мастеру передавалось некое таинство, что ли, диалога с этим городом, с нашим замечательным городом. Ну и, как бы, каждый ведет свой диалог, и вот суть моего диалога с городом, наверное, это симбиоз традиции и инновации. Но симбиоз традиции и инновации таким образом, чтобы, во-первых, две таких компоненты очень важные хотелось бы отметить. Первое, это чтобы действительно здание, сделанное в диалоге с городом, с обращением к традициям, было узнаваемо по времени, что оно построено сегодня, в начале 21 века, это первое. Ну и в исторической составляющей все время пытаться искать какие-то новости, какую-то премьерность, как это было извечно в Петербурге. И вот когда в традиционной составляющей находится какая-то премьерность для города, да, и с одной стороны. И с другой стороны, это здание детерминировано петербургскими традициями, а в-третьих, это здание узнаваемо по времени постройки, что оно построено нашими современниками для наших современников. Вот, наверное, суть. Ну вот, мне кажется, это довольно... Сложный вопрос, я попытался упростить, но вот... Вполне понятно, вы объясните, но мне кажется, довольно сложная задача одновременно быть укорененным в традициях, при этом носить вот этот элемент премьерности, о котором вы говорите, и еще, чтобы здание было необычным и неплохо. Ну вот, мне кажется, что постановка именно вот, как бы, такой планки, такой планки, наверное, в общем-то, она дает определенную легитимность, что ли, творчество в центре. Ну, у каждого мастера свой диалог, с чего я начал, вы спросили, я рассказал про себя. Ну, архитектура в целом, как по-вашему, это больше творчество, или это больше такая сфера услуг, или это больше какое-то самовыражение архитектора, или это мастерство, искусство, значит, правильно расставлять объемы и акценты? Вот с вашей точки зрения, что такое архитектура в первую очередь? Ну, во-первых, начнем с того, что архитектура, это если в философском точке зрения, с точки зрения даже вот каких-то тех концепций, которые мы изучали в юности, наверное, это, есть несколько родовых качеств человека, одно из них, это вот створить себе какое-то убежище, да, вот убежище, и вот архитектура, это та профессия, которая гармонизирует вот это убежище, это одно из таких первостепенных родовых качеств человека. Вы говорите, больше как дом, да? Ну да, в философском смысле этого слова, а там уже, это может быть в городе, это может быть где угодно, для этого делались и многие тысячелетия какие-то постройки, в которых люди, в общем-то, обитали. Вот, что касается современного, наверное, прочтения архитектуры, действительно, на сегодняшний день архитектура многопланного, архитектура многоуровневого, и тот вопрос, который вы задаете, вот те аспекты, которые вы обозначили в своем вопросе, безусловно, они присутствуют в разных типах архитектуры, потому что если действительно делаются какие-то там поселки эконом-класса, ну вот после каких-то стихийных бедствий строили недавно в нашей стране, вы помните прекрасно, это действительно заурядные какие-то, не заурядные в лучшем смысле этого слова, это очень рациональные вещи, где при минимальных затратах что-то пытаются достигнуть максимум эффекта для функциональной деятельности. Что касается, значит, искусства, ну, кто позволит, ведь, наверное, ни один здравомыслящий заказчик, будь то государство, будь то частное лицо, будь то какой-то корпоративный заказчик, никогда не позволит легкомысленно обращаться со своими средствами во имя чего-то там достижения. Поэтому это какая-то сложная, очень сложный симбиоз каких-то многих компонентов, и каждый, вот, каждая ситуация глубоко индивидуальна, и, наверное, задача мастера, задача архитектора мастера из этой ситуации выйти достойно, чтобы результат при всеми языка, ведь никто не будет никогда знать в будущем, что на это здание дали немного денег, несмотря на то, что он находится там, ну, на очень видном месте, да, никто не будет знать там других каких-то моментов, и поэтому вот в этом и есть, наверное, профессия, когда человек должен, в общем-то, в результате получить нечто такое, в общем-то, устраивающее и заказчика, и город, и сообщество, и так далее. Есть такая точка зрения, что архитектор — это человек, который использует в своей профессиональной деятельности максимальное количество категорий, аспектов для принятия каких-то решений. Ну, вот это такая вот вещь, которая формирует очень большая совокупность вот ее задач. Учитывая очень множество факторов и задач, все это нужно уравновесить, чтобы, так сказать, никто не пострадал. Да, вот так. Но больше я тяготею к тому, что архитектура все-таки это, в общем-то, архитектура должна находиться в лоне художественной культуры, и были ситуации в нашей отечественной практике, и за рубежом бывали ситуации, когда она уходила оттуда, и, в общем-то, это превращалось в нечто такое не очень архитектурное. Ну, вот мы начали с вами говорить о заказчике, ведь, как известно, вопреки общему такому стереотипному мнению жителей города, обычных, которые не занимаются архитектурой, у них такое бытует мнение, что, в общем-то, город застраивают архитекторы, и, соответственно, на них лежит вся ответственность, и вина в случае, если архитектурный проект не очень удачный, ну, и, соответственно, там, их можно похвалить, если это удалось. На самом деле, вот, как следует из вашей речи, ну, и как, в принципе, понимают все, кто знаком с процессом строительства, что зачастую далеко не только архитектор определяет архитектурный облик там зданий, улиц, сооружений и так далее. То есть, всегда присутствует заказчик, с которого все это начинается. Правильно я тебя понимаю? То есть, он, собственно, покупает участок, определяет некий функционал, который он хочет на этом видеть, в соответствии с законодательством, которое имеется, да, по данному участку, согласует это все с городским правительством, и дальше уже приглашается архитектор. Давайте к заказчику мы вернемся позже, а, как бы, картина-то намного шире сегодня выглядит, если до недавнего времени действительно, как бы, вот, в этой, во всей процедуре участвовал, безусловно, заказчик, участвовал архитектор, участвовала власть, как регламентирующая, как бы, орган, выдающий разрешение на строительство, и тогда устанавливающие регламенты, ограничения и так далее. В сегодняшнее время у нас характерно тем, что у нас появился еще один участник, вот в этом диалоге четвертый участник, это идет процесс формирования представительства, представления общества, легитимного представителя. Сегодня вы ведь в курсе, что существуют всевозможные градозащитные организации, существуют, почему их целый пул, они между собой еще... И они бывают у нас в гостях тоже. Ну, не бывают у вас в гостях, они еще между собой там плохо ладят, все эти градозащитные организации. И вот на сегодняшний, если с архитектором все понятно, это тот мастер, тот зодчик, к которому обратился заказчик, с заказчиком все понятно, в конце концов понятно все с государством, с руководством города, которое определяет законодательную базу строительства, контролирует, принимает объекты в эксплуатацию, выделяет земельные участки и так далее и тому подобное, то вот это у нас как бы на сегодняшний день тема максимально открыта. Процесс формирования всего этого идет уже не первый год. Я думаю, где-то лет через пять, наверное, так у нас появится легитимный представитель сообщества. Кто-то будет, будут это, будет это ВАПИК, будет это, значит, Живой город, будет это там Всемирный клуб петербуржцев, покажет время, кто же должен стать легитимным представителем общества, выражая наши с вами интересы как горожан в каждой работе. Теперь вернусь к заказчику. Да, давайте. С чего мы начали. Давайте. Наверное, в истории мировой архитектуры существует тоже очень много таких примеров, что как бы от заказчика появляются какие-то незаурядные вещи, например, творчество, многие работы Алта, он признателен своему заказчику. Это финский архитектор Авара Алта. Это то же самое, если мы вспомним Гауди, у него был друг, заказчик, вот они вместе там делали, сочиняли. Если мы возьмем Оскара Немеера, который благодаря своему другу, который был президентом, построил целую столицу. Поэтому роль заказчика, она необычайно велика, и, наверное, как бы очень важен этот диалог, и очень важно, как мне кажется, Александр, именно способность вести диалог. Сам диалог, ладно, он как сложится, а вот именно мотивация на этот диалог, и от заказчика очень многое зависит. В моей практике были такие ситуации, когда я отказывался работать с теми другими заказчиками, не потому, что я тут, в общем-то, просто я прекрасно понимал, что данный диалог ни к чему не приведет. Роль заказчика велика, и, наверное, сегодня мы тоже наблюдаем такую тенденцию, эволюция заказчика. Если мы начинали работать с людьми, которые были постсоветские начальники, потом появились какие-то другие заказчики, а сегодня появились новые заказчики, это люди, получившие образование в европейских элитарных вузах, то есть вот время идет... То есть эволюция заказчика, она на лицо? Эволюция заказчика тоже на лицо, и слово заказчик, оно, в общем-то, тоже не какая-то такая застывшая категория, вот такая, а это все время развивающийся процесс, развивающийся, эволюционизирующий, и от заказчика очень многое зависит. Ну вот, мне кажется, и мне, и телезрителям многим, которые не до конца вот знают, как, собственно, происходит проектирование зданий, было бы интересно заглянуть вот в архитектурную мастерскую изнутри. Каким образом осуществляется вот сам процесс проектирования популярный? Вы могли бы объяснить на примере вашей мастерской? То есть вот есть некое задание техническое, и дальше что происходит? Вы рисуете проект, вы собираетесь с коллегами, вы кому-то делегируете, или как это осуществляется? Ну, в каждой мастерской это происходит по-разному, потому что, наверное, сколько мастерских, столько архитекторов мастерских, столько есть руководителей этих процессов, и каждый как-то, в общем-то, по-своему этот процесс понимает и привык. Ну, вы задаете мне вопрос, поэтому, как бы, я отвечу, как у меня это обычно происходит. Ну, как правило, идет какая-то постановка задачи, идея тобой овладевает, и ты ходишь постоянно с этой идеей, там достаточно длительное время. Я очень долго пытаюсь ничего не рисовать, по крайней мере, неделю-две, там, ну, одно, чтобы погрузиться в этот процесс. То есть, вы выезжаете на объект, условно говоря, ходите, смотрите, что вокруг, или вы просто сидите дома? Ну, если ты место не знаешь, что выезжаешь, а Петербург город такой, что я практически везде все знаю, где что находится, значит, вот, и сегодня выезд на объект это следующая уже вещь, и вот, как бы, очень важно, наверное, сочинить, точнее, у тебя должна сложиться какая-то первая основная, какая-то главная идея, а потом, после появления этой идеи, уже начинает это все как-то находиться графический эквивалент вот этой затеи, и после появления графического эквивалента этой затеи в мастерской уже подключаются люди, кто там силен в планировочных решениях, кто там силен, ну, кто генеральный план смотр, вот, ну, и так далее, и тому подобное, и это, как я для себя понимаю, для меня это некое таинство все время, в каждый раз, и трудно мне объяснить, вот, слово таинство, наверное, подходит, но постараюсь, вот, поскольку вы задали этот вопрос, то есть, вот, есть какая-то идея, идея эта начинает материализоваться, ну, точнее, конкретизироваться, или, как сейчас модно говорят, актуализироваться, и потом эта идея правильная, очень важно, правильная найдена идея, вот, первое время должно быть потрачено на правильное, точное попадание, это, как в любом деле, надо точно попасть, и потом уже возникает нечто, что начинает, вокруг которого начинает трудиться много людей, это нечто начинает получать уже собственную энергию, и оно уже какие-то предложения принимает, какие-то не принимает, это вот очень интересный такой процесс, но мне кажется, что все-таки это больше категории какого-то, это, ну, пока я не могу объяснить, что это такое, но интуитивно это делается так, и интуитивно технология, понятно, и в конце получается так, что в конце там появляется уже конкретный выбор материалов, к примеру, там вот у меня супруга занимается подборкой всех материалов, мы сотрудничаем с ведущими производителями всех отделочных материалов, пытаемся сами напрямую их как-то притащить, чтобы привезти сюда, чтобы это дешевле обошлось заказчику в бюджете и так далее, ну, это сложный вопрос, вот идеи до конца, это очень длительный процесс, ну, если по времени взять, наверное, это лет пять, вот так вот, наверное, на один проект уходит пять лет, где-то четыре-пять лет, да, четыре-пять лет, то есть два года это где-то проектируется толком, года два-три строится, то есть где-то так вот, от трех до пяти, вот быстрее не бывает ничего, у меня были рекорды, они на объект построили два с лишним месяца, два с лишним года, то есть вот с небольшим месяцем. То есть это считается быстро? Да, конечно. Ну, а в процессе, естественно, могут возникать разного рода коррективы к проекту, правильно я понимаю, со стороны, во-первых, заказчика, во-вторых, те же, там, городозащитники или правительство может что-то инспирировать, инициировать, или это уже в процессе невозможно? Любой проект живой, вот пока, вот пока, знаете, ничто не завершено, пока объект не стоит на месте, все находится в живом состоянии. И очень интересно, что иногда появляются хорошие идеи, они принимаются, есть идеи, которые родились в каких-то умах, и надо как-то так всех убедить, чтобы эта идея не мешала реализации замысла. Это вот, как правило, так на каждом объекте это бывает, и это такой, наверное, такой вот процесс, наверное, нет такого слова, как это называется, это какая-то вот такая внешняя, ну, экстравертная, что ли, это самозащита проекта, которая вот идет естественно. Есть такое понятие, как архитектурный надзор, или авторский надзор, да? Когда автор проекта, вот, собственно, следит за тем, как производится строительная работа. Вот мне тоже просветите, как это происходит, то есть вы едете ли ваши помощники, или кто вообще смотрит? Объясню. Есть четко прописанная процедура в законе. Авторский надзор составляет 3% там от стоимости проектных работ. Необходимо раз или в две недели посещать. Это все оплачивается. Это, соответственно, формальную сторону. На самом деле это очень серьезная, ответственная вещь. И вот, в частности, я и вот мои коллеги, и все сотрудники мастерской к этому относятся иначе. Мы практически так мониторим это все, весь процесс, и только когда-то что-то заподозрили неладное, можно еще как-то что-то поправить, потому что если сравнивать архитектуру с живописью, допустим, что-то не так, можно что-то исправить, а тут уже... Намного сложнее. Не исправишь. Не исправишь. Ну а технически это как выглядит? Технически существует журнал авторского надзора на стройке. Ну это скучная процедура, я начну рассказывать, это не столь интересно. Но самое главное, что каждый проект практически из того, что строится в городе, это, я могу сказать, за всех коллег, это люди неформально относятся к этому, не один раз выезжают на стройку, а постоянно находятся, в общем-то, в процессе. Вот я при каждом удобном случае еду мимо, заезжаю на любую стройку, и это очень важно. Хорошо, ну давайте послушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что это некоторое время очень мучает вопрос. Вы не скажете, что за архитектор, вот который здание между Александром Невским мостом и Охтинским, или Петра Великого, во что он погружался, вот этот архитектор, и что мы будем ждать, пока образуется, и воспитается заказчик, а не заказчик ли все жители города. Вот что это за черный утюг такой, кто это его сконструировал, и надо портрет огромный этого архитектора на это черное здание вот повесить, чтобы мы знали, кто это такой. Ну, Рей, вопрос касается, наверное, проекта это не ваш, да? Проект это не мой, это здание Сбербанка, и я, наверное, не буду отвечать за творчеством коллег, но я видел этот проект как бы в формате проекта, он был интересен, но в реализации, наверное, темное стекло немножечко сделало мрачным это здание, все, что я могу сказать. Ну, вот там был такой вопрос, а не является ли заказчиком все горожане, вот такой тезис, как вы к этому относитесь? Ну, горожане все не могут являться заказчиком, потому что точно так же, как горожане не могут являться заказчиками всей музыкой, которую создают композиторы в Петербурге и так далее, не бывает таких чудесных. То есть это, наверное, абстракция, да, вот такие подобные рассуждения? Понимаете, я еще раз повторю, еще раз повторю, Александр, дело в том, что, как бы, вот еще раз вернусь к тому, с чего мы начинали к вопросу о заказчике, что существует общество, которое должно быть дегитимизировано, чтобы вот таких вопросов, чтобы вот таких звонков, которые сейчас прозвучал, вполне справедливый звонок, как бы беспокойствие города за состояние того, что появляется общество, согласитесь, да, власть горожане гораздо более чем. Петербург, наверное, уникальный в этом плане город, потому что, вы знаете, когда приезжают какие-то московские гости, они говорят, тут даже таксисты все рассказывают историю, это так приятно, так интересно, чего нет, что не встретишь ни в одном российском городе, поэтому действительно на сегодняшний день идет процесс формирования диалога общества вот с тремя другими компонентами, с властью, с заказчиком и с архитектором. Ну, заказчик еще более сложно представлен, там есть и технический заказчик, есть и инвесторы и так далее и тому подобное, и город тоже по-разному представлен, там есть комитет по градостроительству, архитектуре, инспекция по охране памятников и так далее и тому подобное. И вот, как бы, на сегодняшний день, мне кажется, многие проблемы, которые происходят у нас, в историческом центре, в частности, это то, что процесс этот находится в стадии формирования только. Вот я еще раз повторю, лет пять пройдет, мы уже получим какой-то, наверное, сложится какой-то механизм, который уже будет как бы не допускать некоторых ошибок. Ну, людям все время кажется, что медленно, потому что вроде как 20 лет у нас уже постсоветского развития, да, и вот каждый раз нам говорят, вот еще пять лет, еще надо подождать. Ну, простите, уже очень много произошло, давайте будем последовательно, я очень давно не был в вашей студии, но за это время фонтаны, которые стояли на стрелке биржи, убраны, здание, надстройка, которая была на здании новой биржи, извините, за автологию убрали, строительство здания «Газпрома», предполагаемое в центре, отменено. То есть я считаю, что у нас очень большие достижения есть, и со своей стороны тоже хотел бы ответить, что ведь в этом диалоге участвовали, что касается «Газпрома», вот в вашей студии часто бывают городозащитники, которые говорят, что тут вот их тут заслуга единоличная. Я со своей стороны хочу сказать, как председатель объединения архитектурных мастерских Петербурга, как член правления Союза архитекторов, мы все, как один петербургский архитектор, были против этого безумного проекта. То есть вот у нас что-то происходит все-таки, давайте не будем уж так совсем... А я с вами полностью согласен. Ошибки есть, ошибки есть, и можно о них говорить, потому что я считаю, что вы мне не задаете вопрос, я считаю, что у нас самая главная страшная ошибка это строительство здания «Монблана» на фоне гостиницы «Ленинград». Вот это здание, единственное здание, которое изуродовало вот как бы нашу ландшафт. Ну это признают сегодня уже, пожалуй, наверное, все, да? Я думаю, что да. Трудно найти человека, которому не согласен. Спасибо большое, Михаил Александрович, что согласились прийти к нам в эфир. Очень интересно было с вами беседовать. К сожалению, время программы уже подходит к концу. Я напомню, что в студии был архитектор Михаил Мамошин. Меня зовут Александр Минаков. Спасибо большое, что были с нами. До свидания, до новых встреч.